Радость Шаббат шалом, дорогая община! Я присоединяюсь к поздравлениям с праздником Дарования Торы. И Дарование Торы, Радость Торы, интересный праздник, Господь хочет, чтобы мы радовались. Его желание, чтобы мы радовались. Когда мы радуемся? Мы радуемся, когда мы в большей части тогда, когда мы в хорошем здравии, когда у нас все хорошо. Но иногда нам надо радоваться, когда не все так хорошо, потому что значит Господь с нами работает. И свою проповедь я назвал «Что делать, когда ты находишься в поражении?». Вы знаете, я скажу, будучи служителем, я очень много размышляю по этому поводу. И всегда хочется найти пути, когда можно помочь человеку. Когда можно это сделать так, чтобы действительно в жизнь человека пришло вот это состояние радости. Это состояние такого стабильного духовного роста, движения вперед, когда видишь, что человек действительно ученик Мессии, идущий навстречу своему Царю. И скажу, что в один из дней я читал псалмы. И читая один псалм, Бог очень так заострил мое внимание, сакцентировал на одном псалме. Я начал размышлять, начал молиться. И через 15 минут я сидел с готовой проповедью. Говорю, что это не к тому, что я такой крутой проповедник, что пишу проповеди за 15 минут. Нет, это не так. Я говорю о том, что... Был план. Я увидел нечто, что Бог хотел, чтобы я передал вам. И я месяц размышлял об этом вопросе. Последнюю неделю я работал над ним. И говорю это, опять же, для того, чтобы показать, наверное, я думаю, Дух Святой вдохновил меня на это слово, потому что он понимает важность этого вопроса. Почему так? Сегодня, конечно, мы не часто можем слышать утверждение того, что человек говорит о поражении, о своем поражении. Даже в проповедях как бы не сильный акцент на это. Вот конец 90-х, начало 2000-х годов, они научили нас больше ходить в состоянии победы, акцентировать внимание на победе, провозглашать эту победу. Но вы знаете, в этом учении присутствует одна такая своего рода крайность. Зачастую акцент делался именно на исповедании, а не действительно на состоянии хождения в победе. Вы знаете, что победа, она вешула, она созидается на нашей растущей вере. Это неоспоримый факт, потому что если наша вера не возрастает, если мы не движемся вперед, мы не можем пребывать в победе. Когда мы придем к какой-то сложной ситуации, мы сломаемся. Наша вера должна двигаться, двигаться, двигаться вперед. Это очень важный момент. И скажу так, что иногда вопрос победы, имея вот такое вот поверхностное освещение, приводило к неправильному пониманию победы вешуа-мессии, которая выливалась в то, что мы видели несоответствие некоторое. Человек исповедует победу, но плод его жизни не соответствует его исповеданию. Вы согласны со мной? Бывает такое, что вроде как бы есть правильные слова, а жизнь человека говорит совершенно о другом. И я хочу вам рассказать одну историю. Это реальная история. Одна сестра, она, к сожалению, уже отошла к Господу. Она входила в общину, где акцент как раз сделался на исповедании. Вот на таком, на исповедании веры, исповедании победы, утверждения победы. Эта сестра, она была тяжелобольным человеком. У нее были проблемы со здоровьем. И вылилось это в то, что она попала в больницу. Попала в больницу, причем попала в очень тяжелом состоянии. И когда врачи приложили максимум усилий, ее вылечили, ей назначили лечение. Ей надо было проходить дальнейшее лечение, очень длительное, очень серьезное. И вы знаете, по прошествии времени она опять попадает в больницу. Практически в коме. Бог явил очередной раз к ней милость свою. Просто дивным образом. Ее подняли, можно сказать, с того света вытащили. И когда она пришла в себя, она начала говорить, что я бросила пить лекарства, потому что принятие лекарств – это рабство. А мы, христиане, мы призваны быть в свободе, жить в свободе. Мы свободны. И Шо дает нам свободу, победу и все. Вы знаете, третий раз она опять попала в больницу. Но в этот раз ее, к сожалению, уже не спасли. Она отошла в Господь. Вот такие бывают тяжелые последствия того, что человек исповедует, но жизнь показывает другое. И скажу сразу, друзья, сделаю оговорку, что я ни в коем случае не против победоносной жизни учеников Мессии. Но необходимо нам правильно понимать, что значит хождение в победе. Я верю, что, я верю и исповедую, что поглощена смерть в победу Ешоа Мессии. И что Бог даровал нам победу нашим Господом Ешоа Мессией. Я верю и исповедую, что Он победил дьявола. И мы победили его кровью Агнца и словом свидетельства нашего. Я это утверждаю. Но, как учит Писание, в победе надо устоять. В победе надо даже не устоять. В победе надо стоять, правильнее будет выразиться. И Рав Шауль, который примером своей жизни показывал жизнь в победе, после того, как он увещевает филиппийцев подражать ему, он говорит следующие слова. «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе». Он говорит, я пример вам, стойте так в Господе. Далее он говорит в 1 Коринфянам, 16 главе. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мудржественны, будьте тверды». В послании Галатам, 5 главе. «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Машиях, и не подвергайтесь опять игуравства». Вера и свобода – это составляющие, которые помогают нам стоять в победе, пребывать в победе. И, друзья, но сегодня мы можем видеть, к сожалению, в общинах, в церквях, мы можем видеть людей, которые находятся в поражении. Смотришь на их жизнь, и ты понимаешь, что человек реально пребывает в поражении. Его жизнь, она, знаете, не подъем вверх, а какое-то движение в проблеме, в постоянной проблеме. Причем оно длится годами. И хочется действительно искренне помочь этому человеку, потому что мы братья и сестры, и наши сердца, когда кому-то тяжело, они все переживают, и хочется, чтобы человек встал на путь победы. Бывает другая категория людей, также, которая время от времени проходит какие-то тяжелые испытания. Они внешне показывают, что, в принципе, они с этим справляются, но внутренне они переживают тяжелое сокружение, тяжелое поражение. Вы знаете, есть еще категория людей, которые зрелые, возрастают в Боге. Видно, что это зрелый христиан, христианин. Но я скажу так, что и такие люди иногда попадают в поражение. Разница в том, что они умеют с этого поражения выйти, выйти победителями. Но Бог иногда допускает поражение в жизни человека. И это происходит довольно-таки часто, я вам скажу, потому что поражение – это часть жизни, которая формирует наш с вами победоносный характер, друзья. И Писание показывает, как надо поступать, когда ты находишься в поражении. Оно показывает это, потому что Бог хочет своим словом твое поражение преобразовать в победу. Он хочет преобразовать в твою победу. Возникают вопросы, друзья. Так что же делать нам с вами, что делать людям, которые находятся в поражении? Чтобы выйти из поражения, друзья, человеку прежде всего необходимо этого очень захотеть. Это первое. А второе – ему надо делать правильные действия, правильные шаги. И Священное Писание показывает нам эти шаги. Я хочу поделиться с вами текстом. Это Псалом 59, который как раз показывает пять шагов выхода человека из поражения. Вы готовы двигаться к победе? Аминь. Тогда шаг первый. Осознай, что поражение в твоей жизни допустил Господь. Читая 3-4 стих, мы видим, как Давид понимает это. Он говорит, я не буду вам читать весь Псалм, вы сможете его почитать, мы его сейчас пройдем весь в течение проповеди. Но Давид говорит, 3-4-5 стих, Боже, Ты отринул нас, Ты сокрушил нас, Ты прогневался, обратись к нам, Ты потряс землю, разбил ее, исцели повреждение ее, ибо она колеблется. Ты дал народу твоему жестокое, напоил нас вином изумления. И Давид понимает, что все, что происходит, делает Бог. И он говорит, Ты отринул нас, Ты напоил нас вином изумления. Сегодня, вы знаете, друзья, очень часто христиане любят свои жизненные проблемы связываясь с проявлением такой некоторой дьявольской, сатанинской, сатанинского присутствия в своей жизни. По этому поводу мне вспоминается один анекдот. Я часто его рассказываю, может, кто-то слышал, но расскажу еще раз, что едет мужик с полису, едет с шинка, изрядно выпимший, что вот-вот с телеги упадет. Едет, ну, его бричечка катится потихоньку, он вот-вот упадет, подбегает к нему черт, садится, подставляет плечо, держит, говорит, мужик, держись, а то сейчас упадешь, скажут, что я виноват. Знаете, это примерно с этой серии, скажем так, анекдот, но имеет определенный смысл. И не всегда проблемы в нашей жизни плод дьявольской или бесовской давления. Если мы посмотрим с вами Танах, то мы увидим, что о дьявольской активности говорится очень мало. Очень мало. Местописание Танаха можно пересчитать практически на пальцах одной руки, где об этом упоминается. Но весь Танах, он просто наполнен предупреждением о том, что если израильский народ не будет исполнять установление завета, то Бог наведет на них проклятия, Бог наведет на них болезни, Бог наведет на них проблемы. И заглядывая в прошлое, в историю Израиля, мы можем видеть, что те бедствия, которые попадали на них, наводил на них Господь. Вспомните книгу Езры. Давайте вспомним события, скажем так, периода вавилонского пленения. Книга Езры, что нам говорит? Когда же отцы наши прогневали Бога Небесного, он предал их в руки на Вуходоносора, царя вавилонского халдеянина. И дом севера он разлушил, и народ переселил в Вавилон. Это не было бесовское давление, можно было сказать, это атака, это там все. Нет, Бог взял на Вуходоносора и использовал его в поражении израильского народа. Из-за греха, конечно, из-за греха, да. Он не просто так делал. Божьей целью было исправить, исправить пути народа, который шел путем в грех, путем в смерть. Но Бог, избрав народ, Он избрал его для жизни и служения Богу. Именно поэтому Бог это сделал, чтобы исправить. И вы знаете, нам важно понимать, что в отношениях с Богом наших сам Бог является судьей и сам Бог является исполнителем своих приговоров. Очень часто. Это очень важный момент. И делает Он это, как я сказал, для исправления наших путей. Друзья, нам стоит понимать концепцию Писания, которая показывает, что власть и влияние дьявола, его слуг, оно очень ограничено в этом мире Богом. Он действует, я не спорю, он князь мира сего, но его власть ограничена Богом. Знаете почему? Потому что Бог творец. Он творец всемогущий, а дьявол всего лишь творение, и причем еще падшее, отвергнутое Богом. Его власть, она ограничена и контролируема Богом. Конечно, сатан, бесы, они противятся, всячески пытаются противиться Божьему плану, пытаются воздействовать на людей, но я хочу сказать, что они не могут повлиять на развитие Божественного плана, частью которого, кстати, мы с вами все являемся. Мы в Божьем плане, причем активные его участники. Аминь? Да, друзья. Нам надо понимать, что к проблемам и поражениям людей приводят скорее действия самого же человека. Когда человек, не думая, бывает, да, действительно, бывает какое-то бесовское противление, но когда человек сам вступает на территорию врага, то тем самым он дает врагу возможность его атаковать. И это плод неправильных наших каких-то действий. Идем на территорию, получите сразу. Так об Истраиле очень часто говорится, что они что делали? Они приносили жертву бесам. Посмотрите, посмотрите Танах. Там написано, что они приносили жертву бесам. За это у них были проблемы. Это не было какой-то особенной бесовской активностью против Израиля. Но они сами заходили на его территорию, поклоняясь Ваалу, Астарте и так далее. В Брит Хадеша говорится, конечно, о бесах и сатане немножко побольше, но опять-таки показано, что влияние на человека у них контролируемое Богом. В послании к Оримфинам всем нам хорошо известное второе послание к Оримфинам. Рав Шауле пишет, 12 глава, «Чтобы я не превозрастился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть. Ангел сатаны утручать меня, чтобы я не превозрастился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Рав Шауль понимает, что все находится в Божьих руках. Он показывает, «Я понимаю, что все от Господа, все в его руках». Опять же, сделаю оговорку, очередная оговорка, потому что у любой медали есть две стороны, у любого учения есть две стороны. Наша цель, главное, не упасть в крайности. Когда мы впадаем в крайности, у нас получаются проблемы. Поэтому делаю оговорку. Что? Дьявол действительно восстает на людей. Да, и очень сильно восстает. Он очень сильно восстает против исполнения Божьей воли. Я не отрицаю ни в коем случае его активность в мире. Мы видим такие места Писания, мы это читаем, но это не самое главное, на что мы должны смотреть. Нет. Писание больше делает упор на нашей праведной жизни. Писание больше делает упор на проповеди Евангелия и на нашем с вами духовном возрастании. Больше об этом говорится, потому что наши, именно наши греховные поступки дарают врагу вот эту вот некоторую точку опоры, для того, чтобы он двигался и действовал в нашей жизни. Поэтому, завершая первый шаг, друзья, хочу сказать, что нам важно понимать, что влияние сил зла на человека, они контролируемы Богом. И что именно Бог, сам Бог, если ты находишься в поражении, ты должен понять, что сам Бог допустил это в твоей жизни. И тебе надо приходить к нему и спрашивать, не почему он это сделал, а для чего. Потому что есть одна проблема, когда мы говорим, Боже, ну почему ты это допустил в моей жизни? Не важно почему, важно для чего. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Где мне измениться? Что мне надо сделать? Хорошо, друзья, идем дальше. Шаг второй. Стань под знамя своей общины. Псалом, читаем дальше. Шестой стих, седьмой. Давид говорит, даруй боящимся тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины, чтобы избавились возлюбленные твои, спаси десницу твоей и услышь меня. Давид просит у Бога знамя. Почему знамя? Почему, друзья? Да потому что знамя – это официальный символ, заявляющий о принадлежности какому-то государству или какому-то сообществу людей, объединенному сообществу, объединенному одной целью. Знамя выражает символ единства людей. И это очень важный момент. И в состоянии поражения Давид просит у Бога знамя, понимая то, что знамя, оно объединит народ для того, чтобы противостоять врагу. Нам важно это понимать. Так, нам надо быть вместе, чтобы противостоять врагу, чтобы противостоять нашим проблемам. Вместе, друзья. Если ты в поражении, тебе будет трудно пройти его в одиночку. Знаете, есть поговорка такая, один в поле не воин. Не воин, друзья. Воины собираются вместе. Аминь. В мессе. И тебе надо стать под знамя Божьего народа. Когда мы это делаем, то мы заявляем духовному миру, что мы дети Божьи. Мы заявляем, что мы не сироты, живущие поодиночке. А мы заявляем, что мы часть Божьей семьи. Мы заявляем, что мы часть Божьей общины, часть его кигилы. И мы видим примеры в Торе. Мы видим, Тора нам показывает пример того, как Господь, Он выстраивал свой народ, ставля его под знамя. Под знамя каждого колена. У каждого колена было свое знамя, и все они выстраивались вокруг мешкана. Вокруг места Божьего, присутствие между Божьего обитания. Друзья, пример Тора – это образ для нас. Мы с вами Божий народ. Как община, мы колено какое-то этого Божьего народа. Я, может быть, так образно говорю совсем, но Израиль становился под знамя своего колена. Нам надо стать под знамя своей общины. И все общины сформированы вокруг чего? Вокруг Машеха. Потому что Машех есть глава. Мы соединены в теле. Ишуа есть глава этого тела. Что же значит стать под знамя общины? Что это значит? Друзья, это значит, что стать под власть Господа Ишуа Мессии, который есть глава тела. Стать под тот порядок, то устроение, которое Бог устроил в своей общине. Потому что Он делает это устроение. Стать под духовную власть, согласиться с духовной властью служителей, которых Он поставляет. Потому что Он их поставляет. Это значит принять то, что делает Господь. И Тора, она опять это показывает. Когда мы видим в Писании, говорится, «С передней стороны к востоку ставят стан, знамя стана Иудина по ополчениям их». И дальше говорится «начальник сынов Иудиных». И так о каждом колене говорится «знамя, народ и начальник». Есть люди, которые возглавляют, и Бог почему-то выделяет этих людей. Не для того, чтобы на них молились, а для того, чтобы показать, что есть определенный Божий порядок, с которым надо соглашаться. Это важный момент. Стать под знамя это значит не просто приходить в общину, а стать действительно ее частью. Стать частью общины, потому что в Израиле каждый человек он исполнял какую-то у него была роль отведенная в своем народе. Бог он показывал, особенно в ливийском служении, для каждого есть своя ниша. Он показывал, что каждый должен что-то делать. Это говорит о том, что надо взять на себя какую-то ответственность. Если мы не взяли на себя ответственность в общине, мы не стоим под знаменами этой общины. Взять на себя ответственность согласно, самое главное, один из важных моментов, согласно своего дара. Надо понимать, какое твое дарование, потому что это дарование положил в тебя Бог и использовать для созидания твоей общины. Если ты не понимаешь этого, подойди к начальнику колена, подойди к служителю, подойди к лидеру домашней группы, молитесь вместе, но стань под знамя своей общины, стань используя то дарование, которое Бог вложил в твое сердце, в тебя как личность для созидания его царства. Иешуа и все это, знаете, друзья, это формирует единство, единство общины, единство тела. Иешуа говорил следующие слова, это Иоанна 17 глава, да будут все едины, как ты, отче во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино, да уверуют мир, что ты послал меня, и славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. А перед этим, друзья, в 15 стихе он говорит результат единства. Он говорит, это я читаю его молитву Богу, и он говорит, не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Друзья, когда мы под Божьими знаменами, когда мы едино, сам Бог хранит нас от зла. Это очень важный момент, когда мы в его теле, он охраняет нас. Мы не можем терпеть поражение под знаменами общины. Бог будет допускать испытания, но поражение мы терпеть не будем. Те испытания, которые мы будем проходить, они будут преобразовывать наш характер, и это будет для нас благом. Это будет для нас благом. Но тут есть еще одно важное условие. Стать под знамя общины, друзья, это значит еще одна часть. Написано, даруй боящимся тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины. Ради истины, друзья, надо стать под знамя общины ради истины, а истина есть то, что Ишуа он свет и спасение этому миру. Друзья, недостаточно просто стать членом общины, взять на себя какую-то ответственность, надо понимать, что вся община, все мы вместе, мы соединены для того, чтобы Царство Божие распространялось, чтобы свет Ишуа Мессии он засиял в жизни каждого человека. И это очень и очень важный момент. Все наши силы, все наши желания должны были быть направлены, в каком бы мы служении не служили, для того, чтобы была проповедь Евангелия. Царство Божие распространялось. И Рав Шауль говорит в послании к римлянам, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому вержущему, во-первых, иудею, потом и эллину. Благовествование это Божия, ко спасению. Это сила Божия и к нашему спасению, друзья. Это сила Божия к нашему спасению. И когда мы участвуем в божественном плане, мы обязательно совершим путь нашего спасения, принесем множество плода и будем иметь награду от самого Господа. Поэтому второй шаг победы стань под знамя своей общины. Шаг третий стань на Божьем обетовании. И мы видим, как это делает Давид. Он говорит, Бог сказал во святилище своем, восторжествую, начинаются скобки и пишет, восторжествую, разделю Сехем и долину Сахфох, размерю, мой Галат, мой Монасия, Ефрем, крепость главы моей, Иуда, скипетр мой, Маав, умывальная чаша моя, наедом простру сапог мой, воскликните мне земля филистимская. Давид утверждает то, что сказал Господь. Он говорит, Бог сказал. И он это говорит. Давид становится на Божьем обетовании. Но вы знаете, тут есть один очень важный момент. Что же значит стать на Божьем обетовании? Именно в этом вопросе довольно часто люди допускают промах. И эта ошибка та, о которой я говорил в начале своей проповеди, это когда исповедание не подкреплено верой исповедующего человека. Без веры, друзья, исповедание превращается в ловушку для человека. Или же становится обычным аутотренингом. Когда ты повторяешь определенные вещи, это аутотренинг, друзья. И тогда человек может исповедовать вроде правильные вещи, он говорит правильные вещи, но смотришь его плод, его жизни, он говорит совершенно о другом. Мы такое можем видеть. В послании евреев написано, без веры Богу угодить невозможно. Хочу привести вам примеры собственной жизни. Знаете, как говорят, как эксперт. Я то, что пережил лично сам. Вы знаете, так получилось в 2007 году. Мы с Ирой стояли перед одним очень серьезным вопросом. Вопрос касался здоровья и вопрос стоял остро начать лечиться или двигаться верой. на тот период мы были молодые горячие служителя. Мы сейчас не холодные, но молодые тогда были, помоложе. И, конечно, не совсем было у нас достаточно знаний и опыта. И мы, естественно, приняли, ну, надо двигаться верой. Расскажу, как это происходило. Мы взяли все местописания из говорящей об исцелении. у нас вся квартира была завешана местами писания. Вся, полностью. Да, слава Господу. И мы каждое утро просыпались, прочитали, пошли. Вечером пришли, прочитали, пошли. это у нас, знаете, такой был своего рода такой определенный ритуал. Прочитать и пойти. Это, знаете, что как православные иконами обвешиваются, а мы обвесились местописаниями. Вот примерно так. И что случилось? В 2009 году все это вылилось очень большие проблемы со здоровьем. И скажу так, что потом я, ну, существо разумное, и мы анализируем же. И вспоминая эти года, я понимал, что мы исповедовали правильные вещи, мы говорили их, но наши сердца, они были наполнены сомнениями. Мы говорили, но сомневались. Мы говорили, но переживали. Это не была вера. Это были просто слова. И этому было исповедание наполнено сомнениями. Знаете, как говорится? Апостол Яков говорит по этому поводу, но допросит с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающиеся подобны морской волне, ветром подымаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. И я скажу, что очень важно понимать, что твое исповедание, оно должно обязательно стоять на вере. Это очень важный момент, потому что стоять на Божьем обетовании, это исповедание веры. когда ты веришь всем своим сердцем и ты утверждаешь Божьи слова. Это говорит о том, что ты стоишь, ты на нем стал, ты твердо стоишь на этом обетовании. Если ты колеблешься, у тебя сомнения, тебе надо немножко подождать. Раб Шауль говорит во втором Коринфинах, говоря о гонениях, сессионных обстоятельствах, он говорит, но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем и потому говорим, я веровал и потому говорил. Вера и исповедание, вера и слова, это важный момент, и такое исповедание веры утверждает человека стоять крепко на Божьем обетовании и приводит человека к победе. Как же это сделать? Как стать на Божьем обетовании? Для этого, друзья, очень простой рецепт. Надо изучить вопрос, в котором ты стоишь. Надо действительно углубиться в Писание, посмотреть, что говорит слово об этом, о этой ситуации. Надо просто, не просто обвеситься местописаниями, а надо изучать, двигаться, молиться, стоять в состоянии пребывания в этом вопросе. Это важно, друзья. Постоянно освещаться истиной именно в этом направлении. Если у тебя, к примеру, неверующий муж, то надо найти обетование спасения родных и близких, обетование твоей ситуации, что говорит Писание об этом вопросе. Изучить поведение верующей жены, когда у нее неверующий муж, надо посмотреть, изучить, не просто прочитать, я знаю, и все, изучить, посмотреть. А после этого, когда ты уже станешь, когда ты в этом постоянно пребываешь, ты становишься на это обетование, ты становишься и ты исповедуешь, утверждаешь его своей верой, тогда приходит победа. Следующий шаг, друзья, этот шаг, он неразрывно, четвертый шаг уже, он неразрывно связан с этим шагом стать на Божьем обетовании, это начать молиться, но не просто молиться, а действительно молиться. Давид говорит, кто ведет меня в укрепленный город, кто доведет меня до Эдома, не ты ли Божий, который отринул нас и не выходишь Божий с войсками нашими, подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна, с Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших. Другими словами, Давид говорит, кто исполнит свои обетования, я понимаю, что без тебя ничего не могу, помоги мне, Господи, помоги. Друзья, необходимо начать просить у Бога решить тот вопрос, в котором ты пребываешь, необходимо начать действительно молиться, стать в молитвенном этом состоянии, прося Бога о Его милости, не время от времени вспоминать о ситуации, не время там, как бы, ты же исповедуешь веры, нет, стоять на этом, стоять, и причем стоять в постоянстве и стоять в терпении, потому что поражение, оно связано с терпением, тебе тяжело, и тебе надо где-то напрячься, тебе где-то надо терпеть, потому что поражение это стесненное обстоятельство, и после того, как твоя молитва будет именно такой, действенной, живой, вопрошающей, стоящей на Божьем обетовании, она будет приносить плод победы, евреям написано, 10 глава, итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние, терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию, получить обещанное, ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит, праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, неблаговолит к тому душа моя, наша непоколебимая молитва подтверждает нашу непоколебимую веру, молитва это наша вера к Богу, когда мы верим, что Бог слышит нас, что Он силен ответить на наши молитвы, мы, почему христиане перестают молиться, потому что они не видят порой плод своих молитв, неправильно молятся, или у них не хватает попросту терпения, дождаться ответа от Бога, думая, что достаточно сказать один раз, сказать, что я на этом стою и хватит, нет, это не так, надо встать на обетовании и молиться, просить Бога о победе, у твоей, друзья, скажу так, если у тебя нет непоколебимой молитвы, тебе надо вернуться на шаг назад, который я говорил, вначале надо будет встать на Божьем обетовании, у твоей молитвы также очень важно, чтобы была правильная направленность, я сейчас объясню это, что это значит, твоя молитва должна касаться тебя и твоей нужды, тебя и того поражения или того испытания, в котором ты пребываешь, смотрите, что Давид говорит, он говорит, с Богом мы, не изложи врагов, их, два вектора, мы и враги, они, и надо молиться в двух направлениях, два вектора, за себя и ситуацию, пример, покажу это на примере, знаете, общаясь с людьми, вот, на примере семейных пар, мне нравится, вот, я всегда, ну, так мне интересно смотреть на моменты такие, что, когда человеку говоришь определенные места Писания, как правило, жены, они говорят мужу, видишь, видишь, вот, что ты должен делать, а мужья говорят, жене, о, 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 читай, что тебе написано, друзья, это неправильно, надо принимать то, что написано тебе, это вектор, слово Божие говорит к тебе в первую очередь, то, что сказано тебе, а потом, второй вектор, это молиться за ситуацию, которая происходит в семье, это очень важный момент, не надо менять полярность, когда мы меняем полярность, потом, можно годами молиться, извините меня, хорошее отношение, а муж домой боится прийти, потому что ему сразу местописание, оп, учи наизусть, пока не выучить, не дам ужин, друзья, надо молиться в первую очередь за себя, чтобы твоя вера и праведная жизнь, которая является Божьей волей для тебя, начала реализовывать Божьи обетования, на которых ты стоишь, это очень важный момент, и уже потом молиться за свою ситуацию, но еще хочу разобретить внимание, что твоя молитва, она должна утверждаться на Божьем обетовании, чтобы то, о чем ты просишь, оно соответствовало Божьему плану и Божьему замыслу, что написано, мы читаем, и вот какое дерзновение мы имеем к нему, когда просим чего по воле его, он слушает нас, а когда мы знаем, что он слушает нас во всем, чего бы ни просили, знаем и то, что получаем, просимое от него. Именно такая молитва, основанная на Божьем обетовании, сообразно его воле, она приводит к прорыву и победе. Итак, друзья, мы прошли с вами четыре шага, но вы помните, что вначале я сказал, что шагов будет пять, и есть еще один очень важный шаг, мы ведь с вами все-таки не весь псалом прочитали, там есть еще впереди два стиха, шаг пятый, к поражению надо готовиться, когда ты пребываешь в победе. Это очень важный момент, именно так, друзья, если ты пройдешь все четыре шага и выйдешь из своего поражения и скажешь, я сделал все, что должен был сделать, поверьте мне, настанет время, и ты опять окажешься в поражении. Давид писал, это первые стихи, начало псалма, начальнику хора на музыкальном орудии Шушан и Дув, писание Давида для изучения, когда он воевал Сирию Месопотамскую и Сирию Цавоонскую, и когда Айаб, возвращаясь, поразил двенадцать тысяч удумеев в долине Соленой. Как правило, мы эти первые стихи читаем, как информацию такую, ну, псалом для того-то, Шушан и Дув, в общем, все нормально, давайте дальше. И тут очень важные вещи, именно в этих стихах сокрыт этот пятый шаг. Читая эти стихи, мы видим, что, во-первых, это псалом для изучения. Давид говорит, псалом для изучения. Давид делает особый акцент на том, что этот псалом надо изучить. Почему? Потому что Давид понимает, что в этих стихах сокрыто нечто, что-то очень важное. То, что он дальше будет говорить, это нужно изучить. Именно эти первые стихи, вот как раз, они направили меня на размышления, которые вылились в эту проповедь. Я прочитал, вижу, слова Давида для изучения. Что мы видим дальше? Давид пишет, псалом интересные вещи. Говоря о поражении, он не пишет его во время поражения. Он пишет его во время победы. Что мы с вами читаем? Иоав поразил 12 тысяч думеев. Не написано ни о каком поражении, наоборот, написано о победе. Мы видим с вами, если мы посмотрим, углубимся в изучение данного вопроса, то мы увидим, что в это время Давид находился как раз во время состояния, когда его военные дела пребывали, скажем так, на подъеме, в войне против филистимлян, майовитян и Сирии. Но сам Дух Святой устами Давида учит нас, чтобы мы всегда были к тому, что Бог будет учить нас, когда мы находим в победе, Бог будет учить нас тому через поражение. Сам Бог будет учить нас через поражение, давая нам попасть в это поражение. Только если мы будем всегда готовы, всегда готовыми, то наше поражение мы всегда будем преодолевать с легкостью. если мы будем к этому готовы, если мы не будем к этому готовы, это будут большие проблемы. Нам надо, необходимо быть к ним готовыми, потому что Бог допускает эти поражения. Бог допускает это для того, чтобы формировать наш с вами характер и для того, чтобы мы с вами ходили в победе. Бог хочет, чтобы его народ ходил в победе, чтобы его народ мог преодолевать поражение в своей жизни. И для этого надо делать правильные действия. Первое действие, повторю, чтобы мы хорошо запомнили, первое действие, понять, что поражение в твоей жизни допускает Господь. Второе, стать под знамя своей общины. третье, это стать на Божьем обетовании. И четвертое, действительно пребывать в молитве, это есть то, что постоянно быть готовым, пятое заключительное, к тому, чтобы пройти испытание. Это очень важный момент, друзья. Я думаю, что если мы будем поступать подобным образом, то мы будем видеть Божью победу в наших ситуациях, в наших семьях, в наших обстоятельствах, потому что Господь есть наша победа. И сегодня я хочу, друзья, знаете, первый шаг признания и еще есть важный шаг того, что мы боимся иногда это сказать, мы боимся согласиться или показать, что у нас есть проблемы. И тогда мы не можем сделать шаг, стать под знамя общины, потому что как это мы покажем, что у нас проблемы. Но я хочу призвать вас сделать шаг, шаг вперед Господу. Если вы проходите тяжелые ситуации, не надо бояться слова поражения, потому что поражение для победы. Если вы проходите тяжелые ситуации, если в вашей жизни есть моменты, выходите вперед. Служители будут молиться за вас о том, чтобы Бог помог вам стать победителями в Ешоа Мессии, запомнив, что к молитве служителей надо прибавить исполнение того, что говорит Слово Божие и делать правильные шаги. Поэтому я вас приглашаю, если кому нужна молитва, выходите вперед и мы будем молиться. Аминь. Поэтому пусть Бог благословит нас.